Невероятный темперамент и способность достучаться до сердца любого зрителя. Красота, шарм и удивительная сила. Страсть, любовь и желание двигаться вперед. В этих холстах Анны Тарасенко, пожалуй, есть все самые прекрасные чувства, на проявление которых способна женщина. Почти на всех картинах изображена девушка Джельсамина. Она путешествует по миру и ничего не боится. Это своеобразная альтер-эго художника. Красные развивающиеся волосы Джельсамины – это символ женской молодости, мудрости и гармонии с собой и с миром. А почему такие картины? Они приходят такие. Я не могу сказать, что я намеренно что-то создаю от ума. Я просто встаю за холст и делаю то, что я должна делать. Так я чувствую. Я должна писать картины. Я начинаю их писать и никогда не знаю, что получится. Автор отмечает ее предназначение – создание искусства. Писать картины Анна Тарасенко начала в 2010 году. Сейчас полностью посвящает себя творчеству. Работы Анны выставлялись и за границей, например, во Франции, Англии и Болгарии. Галерея небольшая, но здесь очень уютно. Словом, атмосфера домашняя. Наверное, ни на одной выставке нельзя просто так прогуляться с чашечкой кофе и насладиться прекрасным. В галерее есть и постоянная экспозиция. В числе ее авторов Сергей Алимов – председатель регионального отделения Всероссийского общества глухих. Он работает в жанре нарративного реализма. Очень интересные сюжетные работы в постсоветском и немножко американском стиле поп-арт с юмором, с интеллектом. Насладиться Ржель Саминой еще может успеть каждый. Следующая выставка в галерее откроется лишь 18 сентября. Тогда нижегородцы смогут увидеть в Луне картины санкт-петербургского художника Олега Куликова. А уже в октябре галерея представит работы на большую выставку «Арт-Россия». Дарья Клюбакина, Виталий Кудрявцев. Время новостей.